Школа раздора. Родители, учителя и даже ученики просят о помощи. Протестующие собрались на митинг в защиту школы номер 49 в поселке Шамхал, который власти собираются закрыть. С одной стороны, есть решение суда, с другой – тревога родителей по поводу судьбы детей. Опасения, мнения и доводы сторон. Выслушала Алина Багилова. Решение о закрытии школы превратилось в ЧП большого масштаба для жителей небольшого поселка. Родители, учителя и даже дети недоумевают. Прежде чем что-то написать и сдать, вынести решение, должны прийти, поговорить, посоветоваться и все прочее. А не так. Вынесут решение и все. До свидания. Это не бывает. Они снимали самые плохие места. Старый туалет снимали. У нас новый туалет. А у нас новый туалет. У нас крыши не текут. Формально причиной закрытия школы стало предписание Роспотребнадзора и последующее решение суда. Здание было признано ветхим и аварийным, и его состояние не соответствующим противопожарным нормам. В связи с чем была приостановлена деятельность школы. Это за 20 дней до официального учебного сезона. Именно перед школой они закрывают школу. Почему? А где они полгода были? Вот это же я говорю. Китайцы за две недели построили больницу в Китае. А почему же у нас здесь ничего не делается? Потому что это им невыгодно. Под каким предлогом закрывается школа, чтобы ремонт сделать? Да нет, они хотят снести. По санитарным нормам она не проходит. А почему до сих пор проходила? Родители учеников решительно высказываются против закрытия школы. По их словам, школа номер 49 – единственная в поселке, где имеется нормальное водоснабжение, уютные просторные кабинеты и спортзала. В рекомендуемой властями школе условия намного хуже. Покажите нам хоть одну школу в Дагестане, которая соответствует. Которая есть и горячая вода, и холодная вода. Такого нет. Ни в одной школе в Дагестане. Не знаю, может там элитные есть, но таких обычных школ нет. Нас хотят перевести в другую школу, которая меньше намного нашей. И еще хочу сказать, спортзал единственный, который есть, это у нас в школе. В Шамхале нет ни у кого спортзала. Почему и классы у нас свободные, и большие? И еще одним аргументом для закрытия учебного заведения стало соседство с железной дорогой. Но, как утверждают сами жители, школа была построена еще в советские годы. И до сих пор никто не видел никакой опасности или нарушений. Говорят, железная дорога вот здесь. Вот, например, мои дети на этой стороне живут. Мои дети идут в школу, они не переходят ни железную дорогу, ни дорогу, где проезжает какой-либо транспорт. То есть, идя в ту школу, получается, надо им перейти железную дорогу и пройти трассу, и идти вдоль трассы. То есть, это уже тройная опасность для наших детей. По словам родителей, закрытие школы – это лишь полбеды. Серьезным испытанием станет еще и трехсменка. За неимение места и загруженностью других образовательных учреждений ведут третью смену. Я, например, не согласен, чтобы мои дети до восьмой ночи в школу ходили, третью смену. И ни один из родителей здесь не согласен. Они не согласны. Три смены делают для нашей школы. Они хотят сделать три смены. Объясните, вот три смены. Ребенок будет приходить в девятом часу вечера. Здесь стабильно отключают и свет, и воду, или что-то. Девочки несовершеннолетние будут. Идти оттуда – это нормально. К собравшимся на митинге обратился начальник управления образования города. По его словам, если решений суда все же не будет оперативно отменено, то ученикам пригородной школы придется сменить место учебы. Мы хотим построить вам новую школу. Раз. Второе – у нас есть проблема сегодня здесь. У нас есть два варианта. Либо дети продолжают учиться в этой школе, либо дети переходят в 45-ю, в 47-ю школу. Мы подали жалобу апелляционную в суд, чтобы отменить это, чтобы хотя бы продлить его. Я буду уже как есть говорить, чтобы хотя бы продлить, чтобы у нас было немножко с вами время. Но это все зависит от суда. Мы сделаем все возможное для того, чтобы продлить это. Если решение суда нам удастся продлить, наши дети продолжат здесь учиться. До тех пор, пока мы построим новую школу. Если же нет, вы должны понимать, если мы не сможем, если будет решение суда, ни я, ни вы, ни один ребенок сюда не сможет зайти. Надежда на разрешение ситуации еще есть. Но родители учеников уже сейчас обещают не отправлять своих детей в другую школу. Если они до первого числа не решают наш вопрос, все дети будут идти в школу вот в эту. Нравится им, не нравится, дети будут ходить сюда. Все. Сегодня, видите, люди бунтуют, недовольные родители. И на этом не остановятся. И бардак будет. И поэтому мы просим, чтобы меры предприняли. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Шамхал.